Добрый день, дорогие друзья! Мы снова рады видеть вас в христианском социальном центре «Новое время». На прошлой неделе была очень интересная передача. Это был цикл передач «Порно-стоп». И на самом деле очень много отзывов, очень много просмотров. Оказывается, эта передача вызывает большой резонанс. Поэтому мы будем продолжать, и очень скоро вы увидите другие наши социальные служения, которые помогают людям разбираться с простыми жизненными ситуациями и делают это все на основании Слова Божьего. Следующим будет проект, который называется «Анатомия брака», который я действительно имею честь и привилегию знать автора и руководителя этого проекта. Это моя драгоценная супруга, пастор Валя. И она будет проводить его. На следующей неделе вы сможете познакомиться с ней и с этим проектом более детально. Но сегодня я хочу говорить на очень... На этой неделе я хочу говорить на очень близкую, очень важную тему, я думаю, для каждого человека. Как разбираться с проблемами? Как разобраться с проблемами, с трудностями, с обстоятельствами, которые преследуют вас, когда кажется, что вся жизнь раздавлена, когда кажется, что совершенно нет выхода? Вы знаете, я хочу вам сказать, ответ есть в Слове Божьем. Слово Божье, Библия говорит, что оно острее меча обоюдоострого. И Слово Божье, оно помогает каждому человеку побеждать жизненные неурядицы. В Слове Божьем есть антидот, есть противоядие, есть защита, и есть наступательное оружие против каких бы то ни было обстоятельств и сложностей. Я сегодня хочу прочитать из 2-го псалма. Один стих. Первый стих. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное?» Друзья, в этом стихе есть потрясающая истина. Бог, сам Бог говорит здесь через Давида, он говорит, «Зачем племена и народы замышляют тщетное?» Друзья, если вы откроете сейчас свое сердце, если вы откроете свои духовные уши для восприятия этого слова, вы услышите, что Бог говорит сегодня о ваших обстоятельствах. Народы и племена – это прообраз ваших жизненных ситуаций, это прообраз ваших жизненных трудностей. Сам Бог сегодня ставит диагноз, сам Бог выносит приговор тому, что пытаются делать эти трудности в вашей жизни. Племена и народы замышляют тщетное. Тщетное значит пустое, тщетное значит бесполезное. То, что изначально, еще до самого начала, оно не будет иметь результата, оно не будет иметь успеха. Тщетное. Я хочу сказать сегодня, обращаясь в вашу жизнь, в ваши обстоятельства, послушайте, если вы примете сейчас сердце, вы поймете, что самые большие сложности, горы проблем, которые кажутся для вас непреодолимыми, Бог еще до их появления в вашей жизни, Он уже дал им определение. Он назвал их тщетными. Ухватитесь сегодня за это слово. Ухватитесь и пусть сегодня это слово созидает вашу жизнь. Пускай оно сегодня направит ваши действия. Пускай оно сегодня направит вас. Пускай это слово направит вашу жизнь и ваши реакции. И я хочу вам сказать, Бог никогда не опаздывает. Завтра мы увидимся и поговорим детальнее о том, как разобраться с проблемами в своей жизни. Да благословит вас Господь!